Мы продолжаем нашу рубрику «Барнаульские истории» о том, как любимый город меняет жизнь, воплощает мечты в реальность, заставляет смотреть на мир по-новому. Наш следующий герой – фотограф Андрей Ишутинов. Привык смотреть на Барнаул через объектив фотокамеры или квадрокоптера летающего устройства, которые позволяют делать потрясающие снимки и видео с высоты птичьего полета. Старый город, центральная часть, набережная – это позволяет разглядеть ту красоту, которая обычно скрывается от нас. Город-то красивый, город строится, город изменяется, и каждый год он меняется. Если раньше мы снимали старую часть города, сейчас можно снимать и с такими устройствами, можно снимать и центральную часть города, то есть и новостройки, и то, что мы любим, то, что ленинский, все любят ленинский. Историю о взгляде через объектив, о коллекции необычных фото и неповторимом стиле смотрите в ближайших выпусках нашей программы. Мы договорились встретиться с Андреем в 8 утра. В это время светит правильное солнце, которое помогает сделать правильные снимки. Объемные, фактурные и запоминающиеся. Чтобы угадать с погодой, надо быть немного агрономом, говорит фотограф. Тогда ты точно будешь знать, когда то самое, нужное освещение. Через объектив хорошо видно, насколько красив Барнаул. Говорит, обычно это сложно заметить. Он изучил его со всех ракурсов, даже со высоты птичьего полета. Эти кадры сделаны на квадрокоптере в специальном аппарате. Несколько месяцев выбирали время, место, фактуру, чтобы сделать подарок всем жителям и гостям Кривой столицы ко дню города. Мы просто всю полетную часть, которую мы летали в течение лета в город Барнаул, мы покажем на площади Советов. Там будет стоять большой экран. И днем можно просто посмотреть и порадоваться. Снимки, которые получились во время этой съемки, Андрей обещал выслать. Мы обязательно покажем их в полной версии барнаульских историй. А пока он демонстрирует нам фотографии Барнаула 65-го года. Для чего сюда мы перешли? Вот это что такое? Красноармейский, если здесь трамвай ходит. Ну или Анатолий, да? Ну или Анатолий. Ну по домам-то смотрим. Вот раньше тут проходила улица, называлась Тахановская. Вот на этом самом месте когда-то ходил трамвай. И улица называлась по-другому. Доказательства на руках. Татьяна Гладкова, Алексей Фризин. Информационный канал «Город».